В настоящее время центры обработки данных потребляют почти 5% электроэнергии в мире и эти тенденции ускоряются до неприемлемых значений. Сегодня для 30 поисков запросов в Google требуется количество электроэнергии, равное кипячению 1 литра воды. Наши лучшие чипы могут приготовить яйцо менее чем за минуту из-за количества тепла, которое они рассеивают. И хотя мы не можем так легко отказаться от этих передовых технологий, фундаментальная физика гласит, что мы не достигли пределов эффективности. То, что мы имеем сейчас, является фантастическим, но это может быть неустойчивым с энергетической точки зрения. Это представляет проблему для ученых во всем мире. Нам не только нужно думать о менеджеризации и скорости обработки, но и об энергоэффективности. Можем ли мы использовать мельчайшие составляющие вещества, а именно один атом, и понять, как они взаимодействуют, для того, чтобы иметь возможность придумать новые и инновационные способы хранения и обработки информации. Если мы сумеем наблюдать явления в таких масштабах, то сможем также наблюдать новые типы физических явлений, последствия использованные для достижения научных целей. Для наблюдения за мельчайшими частицами первое, что приходит в голову, это обычный световой микроскоп. Но микроскопы, использующие свет, ограничены разрешением примерно до микрона, что в 10 тысяч раз меньше того, что нужно решить в атоме. Для отслеживания отдельных атомов требуется отход от использования света в качестве окуляра в наномер. С этой целью мы можем использовать удивительное квантовое явление, называемое квантовым имилированием. Если мы рассмотрим лампочку, работающую от батарейки, у нас есть ток, который течет, и он зажигает лампочку. В классическом мире лампочка будет работать только в том случае, если нить накала не повреждена. Если же нить накала сломается, то лампочка больше не включится, потому что больше нет тока, разрыв цепи. Однако, квантовая физика говорит им о том, что если сломанная нить имеет зазор, который настолько мал, скажу, на расстоянии нескольких атомов, электроны все еще смогут тумулировать через небольшой барьер, даже если нет реального физического контакта. Вероятность того, что эти электроны будут тумулировать через этот промежуток, экспоненциально зависит от размера этого промежутка, создавая очень чувствительную меру расстояния. Поэтому большой промежуток означает отсутствие тока. По мере того, как этот промежуток уменьшается, протекает больше тока. Это послужило основой для создания микроскопа, в котором кончик металлической нити накала поведен очень близко к поверхности, и он сканирует ее, как игла проигрывателя пластинок. Его назвали сканирующим туннельным микроскопом. Принцип работы очень похож на принцип работы проигрывателя пластинок. Игла перемещается по поверхности, позволяя отслеживать изменения атомного масштаба и создавать карт. Более того, он чувствительен к топографии поверхности, а также к электронным и магнитным свойствам. Это, наконец, дает нам возможность взглянуть в наномир, в котором мы нуждаемся. С помощью сканирующего туннельного микроскопа можно получить привлекательные изображения различных поверхностей. Например, мы можем визуализировать поверхность всего лишь узка меди. Здесь вы можете увидеть отдельные атомы поверхности меди, напоминающие эту тройную симметричную структуру. И каждый выступ представляет отдельный атом в решетке. Мы также можем изобразить отдельные атомы, которые выберем. На данной иллюстрации можно увидеть отдельный атом железа, который размещен поверх пленки меди. С использованием рядовых технологий РОСТа возможно создавать систему от отдельных атомов до синтеза очень крупномасштабных структур, которые могут быть использованы для хранения и технологии обработки информации. Функционал такого устройства не ограничивается только на просмотре структур. На предприятии ELPA, расположенное в городе Зеленоград, недалеко от Москвы, разработана уникальная процедура с подобным туннельным микроскопом, а именно выходной контроль своей продукции. Этот продукт является микроактуатор, работающий на обратном пьезоэффекте. Актуатор – это исполнительное устройство или его активный элемент, преобразующий один вид энергии, электрическую магнитотепловую, в другой, чаще всего механическую, что приводит к выполнению определенного действия, заданного управляющим сигналом. Обратный пьезоэффект – это явление обстанкновения механической деформации пьезокерамики под весом электрического поля. Качество микроактуатора зависит от характеристики нелинейности. В теоретическом представлении актуаторы перемещаются с постоянной скоростью. На практике в микромасштабе такого трудно добиться. Сама процедура проверки актуатора заключается в проверке равномерности в скорости движения квадратной полосовой мерой с микрорисунком. С периодом полос – 3 микрона. Относительно неподвижные иглы туннельного микроскопа. Характеристика нелинейности определяется четкостью снятого рельефа квадратной меры. Размазанные участки изображения означают о непостоянности скорости. Максимальное отклонение между технической скоростью движения и практической есть характеристика нелинейности. Если у актуатора значение этой характеристики попадают в допустные рамки, изделие считается окончательно годным. Это был лишь один из примеров, показывающий, что функциональные возможности туннеля микроскопа велики. Что наука не стоит на месте и стремится вперед в максимальной эффективности. Продолжение следует...